По данным специалистов, на учет соответствующей отдела МВД Республики в 2017 году было поставлено 68 подростков, в 2018 – 56, в 2019 – 46, в 2020 – 44, в 2021 – 28, в 2022 – 30 человек. Как показывает статистика, количество несовершеннолетних правонарушителей с каждым годом уменьшается. Инспекторы и правоохранительные органы ведут в этом направлении большую работу. В то же время необходимо подчеркнуть, что ведется активная работа с родителями, не выполняющими обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей. Количество таких родителей в 2022 году – 28 человек. Аналогичный период 2021 года – 25 человек. В период пандемии в 2022 году было поставлено на учет милицию общественной безопасности 23 родителя, в 2019 году также 23 родителя, в 2018 году – 17, и в 2017 году – 15 родителей. С основным докладом выступила старший помощник генпрокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия. Она отметила, что проводится постоянный мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет выявления информации, наносящей вред развитию и здоровью детей, и проводится работа по профилактике правонарушений. Если в 2017 году 27 подростков совершили 23 преступления, то в течение 11 месяцев 2022 от 10 подростков совершили 8 преступлений. Таким образом, показатель снизился в три раза. Основная масса этих правонарушений относится к категории преступлений небольшой и средней тяжести и связана чаще всего с кражами. По всем преступлениям возбуждены уголовные дела и направлены в суды. Как правило, основным видом наказания является штраф. Цулукия отметила, что большой проблемой является бесконтрольное использование подростками смартфонов, которое часто становится инструментом для пропаганды наркотиков и преступного образа жизни. Также ведется большая работа в отношении жестокого отношения к подросткам. Работа по предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних является предметом постоянного внимания прокуратуры республики. Однако есть несколько факторов, которые препятствуют успешности мероприятий по профилактике. Например, это особенности несовершеннолетних из физиологии и психологии. Часто несовершеннолетние либо скрывают, что в отношении них были совершены противоправные действия всеми возможными способами, боясь отрицательной реакции со стороны родителей, либо просто не в состоянии осознать, что в отношении них совершены преступления. Значительное число потерпевших несовершеннолетних находится в зависимости от преступников. В Абхазии в отделах по делам несовершеннолетних работают 35 инспекторов, 98 участковых. Нехватки в специалистах нет. За отчетный период на учете Государственной службы социальной поддержки находятся семьи, в которых проживают более 2000 детей. Чаще всего озвучивались проблемы социально-экономического и социально-демократического характера. Это малоимущие семьи, многодетные семьи, неполные семьи, в частности, мать-одиночка, одинокий отец, либо пожилой опекун, бабушка или дедушка. Ольга Мороз добавила, что уже началась разработка проекта «Приемная семья». Его суть в том, что будут подобраны и подготовлены семьи, в которые в экстренных случаях временно разместят детей. Также в дальнейшем планируется открыть кризисный центр. В рамках совещания доклад о проделанной работе представила уполномоченный по правам ребенка в республике Мактина Джинджолия. Она рассказала, что одним из приоритетных направлений аппарата является создание уже упомянутого выше республиканского кризисного центра для временного пребывания детей. Три года было выявлено по меньшей мере 65 детей, 25 девочек и 40 мальчиков, которые остались без попечения родителей или опекунов, здоровью, жизни которых угрожает опасность. В производстве аппарата находится до 10 заявлений, дети которых находятся в сложной жизненной ситуации без необходимой заботы. Статистика свидетельствует о том, что в среднем каждый год количество детей, единовременно остро нуждающихся в подобном центре, составляет около 10-12 человек. Условия в кризисном центре должны быть максимально близкими домашним, отметила уполномоченный по правам ребенка. При этом соответствующие службы должны рассматривать нахождение ребенка в центре как временное решение и предпринимать все необходимые меры для нормализации ситуации и возвращения их в биологическую семью. Либо нужно работать в направлении устройства ребенка в семью усыновителей на постоянной основе. Джинджолия рассказала, что с момента ее назначения в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступило более 45 обращений по различным правовым вопросам, которые были взяты в производство. Большинство нарушений касается прав ребенка при расторжении брака, при определении порядка общения с детьми и определении места жительства. В рамках отчетного доклада уполномоченный по правам человека затронуло тему вовлечения несовершеннолетних в опасные онлайн игры. В связи с чем, транспортной прокуратурой была дана рекомендация провести профилактические мероприятия в образовательных учреждениях республики. С августа по сентябрь 2022 года сотрудники аппарата активно работали над созданием материалов для открытых классных часов в общеобразовательных учреждениях республики Абхазия. После завершения работы нами была организована встреча с первым заместителем министра просвещения языковой политики республики Абхазия для изучения и последующего одобрения материалов, которые были подготовлены сотрудниками аппарата. В октябре 2022 года представленные аппаратом уполномоченного по правам ребенка материалы были одобрены министерством просвещения. Несмотря на то, что количество преступлений, совершенных подростками, с каждым годом становится меньше и есть хорошие результаты, на совещании было отмечено, что нужно вести еще более плодотворную работу. Можно сегодня отметить одну из проблем, которая была озвучена, что тот негативный контент, который присутствует в интернет-пространстве, определенным образом влияет на развитие наших детей. Поэтому здесь, помимо деятельности государственных органов, немаловажное значение приобретает роль семьи, роль воспитания, роль педагога в школах. И наша сегодняшняя цель в том числе и заключается, чтобы как-то наладить взаимодействие между всеми органами, которые занимаются сегодня профилактикой преступлений. Я думаю, выражу общее мнение, скажу, что здесь большинство людей сидит, которые знают еще Советский Союз. И мы помним тот период, когда в наших городах не было чужих детей. Сегодня почему-то это некий посыл родителям. Сегодня почему-то мы, когда замечания старшие делают молодежи на улице, некоторые родители это очень болезненно воспринимают. И хотел бы сказать, что если вашему ребенку кто-то сделал замечание, ему надо быть благодарны, что ваш ребенок кого-то заботит, кроме вас. Нас он, конечно, всех заботит, правоохранителей. Мы стараемся минимизировать вовлечение молодежи в криминальную среду и в негативную среду. Но, хотел бы сказать, основной посыл любому ребенку это дают дома. В координационном совещании также приняли участие представители Государственной службы охраны, Таможенного комитета, Миграционной службы, Оперативного отдела СГБ, специалисты министерств и ведомств. Гугу Цавардания, Давид Авецба, Абхазское телевидение.